Перед началом видео я хочу показать вам канал моего друга. Он проводит стримы на своем аккаунте Twitch и записи стримов укладывает на свой YouTube канал. В данный момент он проходит игру Life is Strange. Ссылки на Twitch канал и YouTube будут в описании. Пожалуйста, подпишитесь и поддержите развивающийся канал. Всем привет, это канал Амфимиривы, мы продолжаем Доки Доки Литературный Клуб. Это вот должно быть тогда. Ага. Ко мне навстречу бежала одна надоедливая девушка. Она изо всех сил махала рука, мне кажется, совершенно не осознаваясь, что этим привлекает излишнее внимание окружающее. Она моя подруга детства и мы живем в соседстве. Она из тех людей, с кем сегодня ты вряд ли стал бы дружить. Но так, мы всегда ходили в школу вместе, когда она так агрессивная. Пока у меня... Тут-тру? Тут-тру? Что-что-что? А? Ничем не примечательный будний день, похоже на любой другой. По утрам, будучи окруженной идущими в школу парочками и компаниями друзей, я чувствую себя паршивее всего. Я всегда иду в одиночестве. Постоянно твержу у тебя... Ого! Ее нету? Что? Куда она делась? Я постоянно держусь за себе, что однажды познакомлюсь с девушками или есть что-нибудь в таком духе. Но у меня в совершении нет мотивации вступать в какие бы то ни было кубы. Я вполне доволен своей ничем не примечательной жизнью, а свободное время провожу за играми и аниме. Конечно, всегда найдется аниме-клуб, но девушек в них все равно не бывает. Совершенно обычный день в школе незаметно подошел к концу. Собрав вещи, я тупо уставился в стену, словно пытаясь найти там хоть каплю мотивации. Клубы... Нет ни одного, который бы меня заинтриговал. Кроме того, в большинстве из них, наверное, слишком высокие требования, чтобы мне захотелось иметь с ними дело. Думаю, мой единственный выбор — начать с клуба любителей аниме. Амфи? Моника? Боже, я совершенно не ожидала тебя здесь увидеть. Давно не виделись, да? Ну да. Моника приветливо улыбнулась. Мы знакомы в прошлом году мы учились в одном классе, хоть и общались нечасто. Моника, наверное, самая популярная девушка класса. Умная, красивая и спортивная. В общем, совершенно не моего уровня. Так что от ее искренней улыбки мне стало гораздо... Так зачем ты сюда пришла? О, просто еще кое-какие принадлежности для клуба. Не знаешь, есть ли здесь в атмос? Или маркеры? Думаю, тебе лучше надо заглянуть в кладовку. Ты же в дискуссионном клубе, верно? Ага, насчет этого. Из дискуссионного клуба я ушла. Правда? Почему? Ага. Откровенно говоря, меня воротит от всех этих политических интриг и... Такое чувство, что мы там только и делали, что спорили. И я же хотела заниматься тем, что мне нравится. Сделать из этого нечто особенное. И к какому же клубу ты решила присоединиться? Вообще-то сейчас я сломываю новый. Ладно, я уже начинаю пугаться. Литературный клуб. Литературный. Звучит довольно скучно. И сколько членов ты уже набрала? Эм. Не хочется признавать, у нас пока только трое. Очень тяжело найти новых членов для того, что звучит настолько скучно. Ну, это я понимаю. Но знаешь, на самом деле это вовсе не скучно. Литературный клуб может заниматься чем угодно. Чтением, писательством, поэзией. Одна из лучших наших участниц даже хранит в клубной комнате свою коллекцию манги. Подожди, серьезно? Да, забавно, правда? Она вечно наставит, что манга это тоже литература. И ведь она права. Кроме того, участник тоже есть, участник, верно? Моника сказала, она. Слушай, Амфи, есть ли вероятность, что ты все еще ищешь в какой быку поступить? Думаю, в какой-то мере. Но в таком случае есть ли шанс, что ты окажешь мне небольшую услугу? Я не стану просить тебя присоединиться. Но если бы ты мог просто на минутку заглянуть в наш клуб, я была бы просто счастлива. Пожалуйста. В принципе, у меня нет причин отказываться. Кроме того, как я вообще могу отказать такому человеку, как Моника? Конечно, я думаю, я могу зайти. А, это прекрасно. Ты очень хороший Амфи. Ты знаешь это? Скажешь тоже. Ну что, пойдем тогда. Поищи материалы в другой раз. Это ты гораздо важнее. Ты гораздо важнее. Сегодняшний день был увлековечен тем, что я продал душу Монике и ее неотразимые улыбки. А в тот раз таки кексиком продал. Я робко последовала за Моникой по школьным коридорам и лестницам. В этом крыле, отданном под учебные классы выпускников и клубной комнаты, я бывала нечасто. При исполнении энтузиазма Моникам распахнула двери класса. Я вернулась и привела с собой гостя. А? Гостя? Серьезно? Ты проявила парня отличный способ убить? Здесь всю атмосферу. Не вредничай, Нацки. Кстати, добро пожаловать в клуб Амфи. От увиденного я потеряла дар речи об этом клубе. Полно невероятно симпатичных девушек. Так, дай я угадаю. Ты парень Моники, верно? Что? Нет. Нацки. Очевидно, это недружелюбная девушка зовут Нацки. Она мне не знакома. Ее маленькая фигура, словно бы, говорит о том, что она только поступила в старшую школу. В общем, это всегда полная энергия Нацки. А это Юрий, вице-президент клуба. Теперь уже Юрий, вице-президент. Приятно познакомиться. По сравнению с остальными, Юрий выглядит куда более зрево и робко. И кажется, ей тяжело находиться в компании людей тем под Нацки. Да, мне тоже приятно с вами познакомиться. В общем, я зашлась в один класс за принадлежностями. А там еще был Амфи. Мы разговаривали, и он решил заглянуть к нам в клуб. Разве не здорово? Стоп, Моника! Разве я не просила заранее сообщать мне, прежде чем привезти новичка? Я не собиралась. Ну, ты знаешь... Прости-прости. Я забыла, просто случайно с ним столкнулась. Раз так, им не следует заварить чай, да? Было бы здорово. Амфи, почему бы тебе не присесть? Девушки сдвинули несколько партий, чтобы сделать большой стол. Юрий пошел в угол комнаты и открыл кладовку. Тем временем, Моника и Нацки усилились друг напротив друга. Чувствую, что у себя все так же неуютно. Я села рядом с Моником. Я знаю, что ты не собиралась сюда приходить. Но мы позаботимся, чтобы ты чувствовал себя как дома. Хорошо. Как президент литературного клуба. Я обязана сделать его веселым и увлекательным для всех. Удивительно, что в клубе пока так мало людей, наверное, тяжело создавать новый клуб. Можно и так сказать. Немногие люди жаждут вкладывать силы в создание чего-то совершенно нового. Особенно, если это что-то не привлекает сразу твоего внимания. В нашем случае, литература. И тебе приходится много работать, чтобы донести до людей, насколько оно может быть веселым и радовым, благодарным занятиям. Поэтому школьные мероприятия, такие как фестивали, очень важны для развития клуба. Я уверена, что до выпуска мы сможем сделать этот клуб большим и популярным. Да, Нацки? Ну, пожалуй. Нацки неохотно согласилась. Такие разные девушки, но у всех одна цель. Моника наверняка приложила немало силы, чтобы найти эту парочку. Ювери вернулась к соусу с чайным сервизом. Она аккуратно расставила перед нами чашки чайника и разместила рядом с тарелкой с кексами. Ты хранишь в классе целую часть чайных сервиз? Не волнуйся, мы получили разрешение от учителей. И поэтому горячая чашка чая помогает сводиться хорошей книгой. Согласен? Ой, я уже устаю читать. А, пожалуй. Не тушусь так. Юрий просто старается тебя впечатлить. Я вовсе не... Юрий обиженно отвернулся. Я просто хотела сказать, то есть... Тут я с тобой согласен, хоть для меня ни чайное чтение не является любимым времяпровождением. Чем чаем я всегда не прочь насладиться. Я рада. Юрий едва заметно улыбнулся, явно почувствовала облегчение. Слушай, Амфи, а что ты обычно читаешь? Ну, учитывая то, как мало я читала в последние годы, мне такой вопрос поставил в полный ступик. Манго. И промямил я про себя как бы в шутку. Наски вдруг дернула головой. Похоже, она хотела что-то сказать, но так и не решилась. Видимо, ты не исклика книголюбил, Вов. Ну, я могу измениться. Что я несу? Я выпалила это, не подумав, как только увидела печальную улыбку Юрия. Господи. А что насчет тебя, Юрий? Мне надо подумать. Юрий порвила пальцем по краюшке кучашки. Я люблю романы, искупность писаний, история про кто-то. Видно, с какой страстью Юрий рассказывает о своих любимых книгах. Вообще-то, мне много чего не сильно. Ага. Ужасы. Ага. Ненавижу ужасы. Они тебе не понравились, не уверены в себе, не понимают, что я понимаю. Да-да-да, самому себе, умница. Мы все это читали. Проще поделиться. Добро секунду в комнате повезти. Эй, у меня появилась идея, как насчет такого. Натский. Так, сыномонику. Давайте все, когда придем по одному из них на следующий день, в равных условиях. Я даже надеялась, как романта у нас появилась. Кажется, это правильный шаг для нас всех. Так что так думаешь, Амфи? Постой, есть одна небольшая проблема. А, какая? Я тебе когда... Вообще-то, я не говорила, что вступлю в ваш клуб. Такс, я все еще хочу посмотреть. Я потерял хоть мысли все три девушки. Такс. Но, извини, я не думала. Хм, ааа, девушки. Дело в том, что нам пока не хватает членов, чтобы официально зарегистрировать в клуб. Необходимы четыре человека. Я ей скажу. Такс, если же мы никого не найдем. Такс, давай, надо. Так, ладно, я решила. Я вступлю в ваши литературные. Сияли? О боже, правда? Ты сказала это на полном серьезе? Да, это может оказаться... Зарезать, спасибо. Ага. Сегодня в этой программе... И не забываю... Написать. Афия и нестерпение. Это хи-хи-хи. Ага. Позволь, я могу... Позволь. Ага. Все. А-а-а. Наски, Йори и Разми... Ага. Даже грустно. Грустно-грустно. Я сон. Я бродила ночью по заброшенному складу. Я забуделась и искала выход. Я просто хотела попасть домой. Я вошел в огромную пустую комнату. Ее стены и потолок терялись в темноте. Я прибавила шагу, стараясь побыстрее добраться до другой ее стороны или до стены. Хоть до чего-то. Внезапно пол ушел мне из-под ног. Я свалилась в дыру неизвестной глубины. После пятисекундного падения я плюхнулась в теплую воду. Поняв, в какой стороне вверх, я всплыла на поверхность. Воздух был влажным. И плеск разносился с нескончаемым эхом. В темноте я совершенно ничего не было видно. Одной рукой я начинала полумокровую металлическую стену контейнера. Легкие уже начали уставать. Эр, это честь их. Ну, ее рут мы уже проходили. Можно попробовать эту. Натски, уют. Объятие. А, милый. Блеск. Мечта. А, такс. Облака. Пухоть. Конфеты. Обещание. А, жизненность. А, улыбкам. Очаровывать. Щенок. Любовь. Любовь. Пение. Детство. Швани. Аниме, да! Хе-хе-хе. Красота вертит пижама. Розовый, да, почему бы и нет. Свадьба? Привет. Доброе утро, Амфи. Я рада, что ты от нас не сбежал. Хе-хе. Не, я бы так не поступил. Может, от меня звучит странно, но я сдержу свое слово. Вот я снова литературно. И пришел бурлио деятельность спать. Привет. Спасибо, что ты держала обещание, Амфи. Надеюсь, для тебя это не слишком тяжелое время. И так сразу оконуться с головы. Ой, да бросит с ним так нянчиться. Моника уже затянула тебя сюда. Не знаю, планируешь ли ты просто приходить сюда, чтобы убить время. Но если ты не будешь воспринимать нас серьезно, можешь сразу проваливать. Привет. Ты немного мешаешь, ты понимаешь? Боже, Нацки, ты так высокопарно говоришься, а сама все полки в кладовке своей мангой забила. Кажется, Нацки застрел где-то между словами Моника и Манга. Манга тоже литературой. Уничтоженная одна реплика, Нацки прямо плюхнулась на свой стул. Извини, Амфи, мы будем в первую очередь заботиться о твоем комфорте, хорошо? Юрий бросил на Нацки разочарованный взгляд. Как бы то ни было, ты теперь в литературном кове. Может, ты хочешь взять и почитать какую-нибудь книгу, но отказываться я все равно не могу. Как-то я сказала, я теперь в литературном кове, разве что предлагаю, чтобы правильно заняться чем-то подобным. Подожди, я ведь ничего такого не имела в виду. Если ты на самом деле не хочешь, что забыть о мне цинтаке, Юрий, я хочу постараться стать частью этого куба. Так что пусть я и мало читаю, но я буду, если ты этого хочешь, что уверен. Я просто хотела, но я ведь вице-презента, значит, должна помочь тебе найти занятие подушой. Из своего портфеля в такси. А, такси. Мы читали, я ее прочту. Взяла книгу, не нужно спешить. Я услышу, как нацуки со сердцем вздохнула, стоя перед кладом, кажется, она чем-то раздражена. Я подошел к ней с намерением помочь. Ты что-то потеряла? Гребаная Моника... Она никогда не возвращает мои вещи на место. Какой смысл поддерживать здесь порядок, если кто-то постоянно устраивает бардак? Нацуки двигала по полке, стопке книг и коробки. Манга. Чёртова Моника, а не гребанная Моника. Манга. Ты ведь читаешь мангу, да? Иногда в чтении манги то, в чём не стоит признаваться человек до тех пор, пока не выяснишь, что как он к этому относится. Но как ты узнала? Ты как-то об этом упомянул, а я услышала. Кроме того, это у тебя на лице написано, чтобы это значило. Ясно. На краю одной из полок, по сути, с книгами разных жанров, прилетелся одинокий Томик Манги. Он бросался в глаза, и я вытащил его оттуда. Вот так где. Наски выхватил его из моей руки, после чего повернулась в коробки с мангой и впихнула Томик в неё. А, так гораздо лучше. Зияющая дыра в полном издании. Это, наверное, самое раздражающее зрелище на свете. Мне знакомо это чувство. Я приглядела в коллекцию, в которой она так любовалась. Ванильные девочки. Никогда ничего не слышала об этой манге. Это может означать, что она либо не соответствует моей возрастной группе, либо она просто ужасна. Если ты собираешься меня осуждать, можешь делать это вон за той дверью. Она показалась пальцем на дверь класса. Эй, я никогда не собиралась осуждать. Я ведь и слова не сказала. Я поняла это по твоему тону. Но я скажу тебе одно. Ведь считай это уроком. Не следи книгу по обошке. От литературного куба. Не следи книгу по обошке. Вообще, Нацики вытащила из коробки первый томик ванильных девочек. Я сейчас покажу тебе почему. Она сонула эту книгу прямо мне в руки. Я ставилась на обложку. На ней изображены четыре девушки в ярких одеждах и характерных девчанчьих позах. Вы выглядите чрезвычайно моёшь. Моё, моё. Не стой, как истукан. Нацики схватила мне из арку и оттащила ее от кладовки. Затем подошла к окну и села спиной к стене. Она похваловала. Регко я рядом приглашаю, а мне к ней присоединиться. На стульях разве неудобнее? Я все-все рядом с Нацики. Стулья не катит. Так мы не можем читать вместе. Эээ, почему это? А, так будет проще ей быть ближе друг к другу. Не говори об этом так. Ты заставляешь меня чувствовать себя странно. Нацики скрестила немного от меня в руке и немного от меня отдалялась. Извини. Хоть я не особо собиралась садиться с ней так близко, однако не могу сказать, что в этом есть что-то плохое. Я открыла книгу. Прошла несколько секунд, и Нацики обратно пододвинулась ко мне, думая, что я этого не замечу. Когда она заглянула мне через плечо, я резко ощути ее желание начать читать куда более сильно, чем мое собственное. Сколько времени прошло с тех пор, как я читала первый том? А ты не пролистываешь? Порой уже прочитанные томаты нет. Что иногда после того, как прочитал все до конца? Эээ, не отвлекай меня. Так как в сюжете ничего интересного не происходило, я мог одновременно читать и поддерживать диалог. Похоже, манга повествует о группе друзей, участвующих в старшей школе. Типичная повседневность. И в некотором роде уже выросла с подорного, потому что обилие картинок все же недостаточно, или компенсации недостатков сюжета. Тебе не скучно? Совсем нет. Хотя ты просто смотришь, как я читаю. Ну, мне этого достаточно, как скажешь. Полагаю, это весело делиться с кем-то твоими любимыми вещами. Я всегда немного волнуюсь, когда убеждаю кого-нибудь из своих друзей, почти понравившуюся мне мангу. Понимаешь, что я имею в виду? М-м-м? Нет? М-м-м-м, это не... Не это откуда-то знать, что ты хочешь этим сказать. Разве ты не делишься мангой со своими друзьями? Не мог бы ты не сыпать соль на рану? Блин, блин, ой, прости. Хм, будто мои друзья согласились бы это прочитать. Они считают, что манга для детей. За это мне только завести об этом речь, как они такие. А, то, что еще не выросла с всего этого, так и хочется дать им нагло из-за разворота. Я знаю таких людей. Честно говоря, довольно сложно найти друзей, которые не осуждали бы тебя за то, и уж тем более сами этим увлекались. В некотором роде я неудачник, поэтому со временем обзавелся с такими же друзьями-неудачниками. Но, видимо, для такой как-то все гораздо сложнее. Хм, да, пожалуй, ты прав. Постой, в каком именно месте? Я ведь даже не могу хранить мангу у себя дома. Мой отец, выпробуй мне, если бы нашел ее. Я даже не знаю, что сделает мой отец, если найдет ее. Ну, хотя бы в клубе. Можно спокойнее ее читать. Разве что Моника иногда гудит. О, все против меня, да, но в итоге ты добилась своего, верно? Вот, я читаю ее с тобой. Увы, это не решает все мои проблемы. Возможно, но ведь тебе это нравится, да? И? Боже, хватит! Ты будешь читать или как? Да, да, я перевернула страницу. Время шло, Нацки подозрительно хранила умолчание. Я посмотрела на нее. Похоже, ее конец сон. Эй, Нацки! Да, внезапно Нацки завалилась на меня. Эй! Эй! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Эй! Ага! Ох ты ж, Нацки-то в порядке? Хм, 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 хм. Вообще не дает шанс прочитать. Вот, Моника запустила руку в портфель, вытащила оттуда портфельный баллончик. Она бросила его Нацки. В глазах Нацки снова загорелся огонь. Она схватила с полу-батончик и молниеносно сорвала обертку. Я говорила тебе не давать, он нам не успела договорить, как уже сживала этот батончик. Не беспокойся, Амфис, с ней все в порядке. Время от времени такое случается, поэтому у меня в портфеле всегда есть что-нибудь перекусить. Как бы это ни было, почему бы нам не прочитать друг другу стихи? Я сказала нацики, что мне понравились все стихи. И, наверное, будет справедливо, если я покажу его в первую очередь с ней. Ладно, начну с того, что мне не понравилось. Прежде всего, нацики перечитала стихотворение. Забудь, я не хочу делиться с тобой своим мнением. Я тогда в какой во всем этом смысл и писала это стихотворение, хотя мог бы заняться другими вещами. О, вообще, ты помнишь, как я и сказала, что хочу прочитать твои стихи? Вот о чем я думала, когда писала это стихотворение. Я хочу помочь тебе обрести уверенность в себе, чтобы тебе было комфортно делиться своими стихами, как и сказала Моника. О, мне было бы гораздо проще выделиться своим стихотворением, если бы твоё оказалось действительно плохим. Ты должен был показать мне нечто совершенно невнятное, чтобы есть такая... Ха, это никуда не годится. Позволь мне показать тебе, что такое настоящая литература. А ты все испортил. Надеюсь, теперь ты счастлив. Другими словами, тебе понравилось. О, ответ с Наски застрял у неё на губах. О, ты такой... Ты просто ничего не понимаешь, понял? Я уже сказала тебе это, так что ничего. Ничего так громоклассно об этом сообщать с самодовольной ухмалкой. А я уверен, что ты это... А я уверен, что ты этого не говорила. Я сказала, это в основном для себя. Должно быть, Наски всерьёз меня не возлюбила. Я знала расценивать то, что ей понравилось моё стихотворение как победа или как поражение. В любом случае, ты ещё должна показать мне своё, верно? Ааа, так и быть. Но только потому, что Моника всё равно меня заставит. А Рои могут ли... Это мы читали. Я предупреждаю, что тебе не понравится. Мне понравилось. Что? Скажи честно. Я и сказала честно. Почему ты так убежитина, что мне не должно понравиться? Ну, потому что... Все в старшей школе считают, что слух должен быть мудрёным и возвышенным и всё такое прочее. Поэтому никто не воспринимает мой стиль письма всерьёз. Но это цель стихов и самовыражения, разве нет? Твоя стиль письма не сделает скрытый стихотворение по своему мнению. Менее веским. Да, именно. Мне нравится, когда легко читать. Но тебя бьёт на повал. Как и в этом стихе. Когда видишь, что всё вокруг тебя делает, что это замечательное, эти черты. Ааа, да-да-да. Монорифму. Это помогает. Поэтому то и... Ага. Такс. Теперь... Ааа, Юрий, навредно понравится наш стих, так что пошли к Монике. Привет, Амфи. Хорошо проводишь время. Ааа, да. Словно рада это слушать. Кстати, поскольку ты новенький, если у тебя есть какие-то... Ааа, небось. Не волнуйся, Амфи. Сегодня немного так. Мне понравился Амфи, правда? Гораздо выше, чем я ожидала. Боже. Не может быть. Это напоминает мне. Я считаю, что могла бы написать Нацки. Она тоже хороша писать. Так что можешь считать это комплиментом. Ага. Раз ты так говоришь. Ага. Если тебе интересно Нацки, тогда держи при себе что-нибудь перекусить. Она будет власться к тебе как щенок. Ха-ха. Отец Нацки не дает ей денег на обед и не оставляет еды дома. Так что она частенько становится раздражительной. Но иногда просто теряется силу и отключается. Вот как недавно. Это только предложение, но мне кажется, что она такая маленькая, из-за того, что недоедание мешало ее подростковому росту. Но, к твоему сведению, некоторым парням нравятся невысокие девушки. Извини, я просто пыталась найти светлую сторону. Ладно, хочешь теперь прочитать мое? Не мануете. Ты говоришь, что слишком уверен для человека, который утверждает, что он не слишком хорош. Но это потому, что я обязана так говорить. Это не значит, что я всегда ощущаю уверенность. Понимаешь? Ясно. Что-что-то. Однако он смотрел не на меня, затуманно запутанно и отчаянно. Оглядываясь вокруг себя, на мои выжженные глаза не могут больше различать света. Есть ли другие в этой комнате? Они ведь тоже говорят, да. Или это просто стихи на пустых бумаге, листах? Чьи звуки безумного скрипят ряд кафоний у меня в ушах. Ком-то начинает сужаться, все меньше пространства оставляя. Воздух от них доходя до легких рассеивается душа. Я панихую, должен быть выход. Он прямо здесь, под рукой, подойди в страхи в себе. Я беру, беру и пишу стих свой. И что ты думаешь? Его рифма довольно произвольная, если можно так выразиться. Прости, я не совсем тот человек, как его стоит спрашивать отзыв. Да все в порядке. Да, в последнее время такой стиль набрал популярности. Возрение не так. Быто не было. Порой-ка я... По-по-по... И вот это... О, сейчас. Ну тут. Своим стихотворением Юрия. Ну ей не понравится. Юрия остается. На стихотворении прошу минуты более чем достаточно, чтобы прочитать. Ой, прости, я забыла, что должна что-нибудь сказать. Эм, ничего страшного, не надо себя заставлять. Ей не просто... Мне нужно было облечь свои мысли и слова. Подожди. Ладно. Это ведь твое первое стихотворение. Это... Почему ты спрашиваешь? Просто чтобы убедиться. Я догадывалась об этом, когда прочитала его. А, значит, она плохая. Нет, я сейчас повысила голос. Мне нужно... Мне ужасно, что Юрия закрыла лица. Я не запекла. Так и не сделала. Должно быть, Юрия требуется, чтобы привыкнуть к новому человеку. Ничего страшного. Я даже не заметила, что ты там говорила. Точно. Просто есть определенные писательские наклонности, которые характерны для новичков. И пройдясь через это, сама я научилась их подмечать. Думаю, самая заметная черта новичков, то, что они пытаются сделать свой стиль, продуманный до мелочей. Другими словами, они выбирают стиль, совершенно неподходящий к теме, и пытаются слить их воедино. При результате страдает из стиля... ... ... ... ... ... Это, ну, хотя бы.. Ага, ну, а по жому Забудь Интернам. Представим интернам, но покупаешь Александр Я не помню, мы это читали или нет. Вроде бы да. Прошу прощения за свой текст. Я не хочу пропускать, потому что вдруг мы пропустим что-то важное. Хе-хе-хе, вообще-то-то-кс. С куда-то, я даже не знаю, что это впечатляет. Да, пожалуйста, значит, я просто рассчитываю на тебя. Все. Фух. Кажется, все заканчивали. Я обвел ком-то взглядом, это было напряженнее, чем я и себе представляю. С равно все осуждают меня за посредственные писательские способности. Мне кажется, или фальшивить на чего? Даже если мне этого не показывать, мои стихи ни за что не сравняться с их уровнем. Все-таки это литературный коп. Я глубоко вздохнул. Сейчас. Да, так-с. Угу. Так. Что ж, я сам себя в это втянул. В другом конце комнаты маленько писал что-то в своей тетради. Мой взгляд остановился на Юрию с Нацки. Девушки робко обменивались стыками, когда они на... Как, извиняюсь, Нацки недовольно нахмуривала. В то же время Юрия печально улыбалась. Что это за стиль такой, а? Ты что-то сказала? О, нет, ничего. Стихом на стол. Пожалуй, можно сказать, что стих вышел довольно изящным. А, спасибо. А твой Мил? Мил? Что-то вообще... Ты что, совсем... Вообще не заметил мольням символизма? Так-с. Я это... Я имею в виду... О, правда! Я не представляю, что ты... Это... А, так... Нет, ну, сихто не вытащен. О, ты знаешь, что он... Нацки, эм, Нацки... Тебя это не касается. Так, как здесь... Давай по внешности Нацки. Ты... Это мне... Что-то... Что-то... Видишь? Ты хочешь что-то избавить? и притормози иначе перережешься на своих остротах ой поздно ты ведь уже изрезалась ты только что обвинил меня что я режу себя у тебя материн совсем крыша поехала ага давай пусть афи услышит что на самом деле творится в той гайе уверенно он после этого в тебя трескает сплошь она просто восстанавливает меня в дурном сайте неправда это она начала короче это наверное опять выбор кто тут прав кто не прав и это выберем нацки суть в том то что раньше нацки говорила то что она выпрячивает грудь и теперь она впалит ее то что она рождется юри 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 нацки 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 джос маленько привет алька почему бы нам немного не прогуляться ты не против прошу прощения за случившееся не стоило им пытаться втянуть тебя в это творится что реже себя как меня вообще выразило это я видимо вообще не собираюсь не разбираю память думаю лучше держать вот этого вернется когда они перестанут парать никудашный из меня президент да и не могу даже спрятаться с членами собственного клуба хотел бы я уметь быть порой более настойчивым но мне никогда не хватало духу проявить твердость ты же понимаешь меня как будто ни было если последнее время ты захочешь проводить с остальными меньше времени ничего страшного я буду рада проводить все время с тобой вместо трюховской в лодзике она быстро убежала прочь позже кажется они закончили я не это хотел сказать я не хотел сказать не хотел сказать юри сидела за партией хотела закреплиться руками юри не хотела я это я не это хотел сказать я верю я не представляю что я могла сказать наске или представлять амфи пожалуйста не надо меня ненавидеть пожалуйста я не такая но мне всегда сегодня что-то нашел все хорошо юри мы знаем что ты не имея ввиду ничего такого кроме того я уверена что до завтра наске обо всем забудет полностью как будто не было собрание окончено так что если хочешь можешь идти домой мне показалось что юрий хочет что-то сказать но она продолжает смотреть на манику можешь идти первой маником мне бы хотелось немного побыть здесь как президент я должна выходить последний подожду тебя ну я вице-президент так что пожалуйста позволь мне сегодня взять этот дух на себя звучит так будто почему-то не хочешь чтобы я была рядом Юрий это не так это не так я просто амфи я только не имею возможности обсуждать мою книгу просто не получится если ты будешь слушать получается выбора у меня все равно нет прости что причине проблемы ну я искренне ты мне вот в этом не ту 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 хе 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 бантик тук 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 блестящий папа мы уже покопавшись в файлах я примерно поняла что к чему семья оживленный так ладно котенок жмяк блин вот я не мл Текст, мир, мелодия, аниме, лентинка. Неуклюжий. Подходит к концу ещё один учебный день. Да, и на этом, думаю, нам стоит закончить. Всем спасибо за просмотр и всем пока!